Добрый вечер, дамы и господа и уважаемые дети. С вами говорит Ольга в прямом эфире. Как у вас дела? С праздниками вас? И также нас спасибо большое за все ваши поздравления. Более 22 тысяч имейлов. Я успела прочитать 12 тысяч, но уже больше даже, 14 тысяч. Так что я могла посидеть спокойно, даже ответить многим из наших имейлов. Ольга-шоу. Вы находите всю нашу информацию о нас и можете связаться с нами непосредственно. А также у923фм. То есть для тех людей, у которых нет радио или вы вышли из машины и уже нас не слышите, ничего страшного. Мы также на мобильных девайсах. Просто набираете www или же даже уже без W. uforuniversal92.3fm.com И вы можете нажать на кнопку live. Это означает, что вы нас там услышите. А если хотите нас увидеть, ничего страшного. Вы тоже можете нас увидеть, потому что мы на ustream.tv. ustream.tv, где вы, опять же, можете найти нас на Ольга-шоу. Search Ольга-шоу. И вот как раз я сейчас подключаю это для наших слушателей. Да. Мы их поставим сейчас на... У нас гости в нашей студии. Поэтому могу сказать, что у нас много людей сегодня. И у нас телефонный звонок. Алло. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Ольга-шоу. Алло. Здравствуйте. Наталья Теплицкая. Знаменитая божественная искусство. Это компания из Нью-Йорка приводит в начале января свою новую программу. Новые танцы, новые... Все новое, в общем-то. Почему бы вам только рассказать, может быть, две цитаты привести, как знаменитости откликаются на это представление. И, конечно, все знают Роберта Стромберга, который обладает премиями Эми и Оскар. Он художник-постановщик Аватара. И вот он после посещения этого спектакля, он сказал, представление совершенно великолепное. Это огромное поэтическое явление. Такое вдохновляющее, что, мне кажется, у меня возникло несколько новых идей для следующего Аватара. Традиционное искусство на фоне анимированных декораций – это как поход в театр и кино одновременно. Есть такой очень известный режиссер развлекательных программ, всю жизнь работал, Джим Крилл, который сказал, это самое прекрасное представление, самая сильная вещь, которую я когда-либо видел со всей своей жизнью. Я был весь в слезах, поскольку человеческий дух, достоинство, мощь и любовь, которые исходили от этих людей, были просто ошеломляющими. Это истинное совершенство человеческого духа и таланта. Такое могут делать только люди, в которых находится Божественный Дух. Дальше он говорил, под коней действительно заливают слезами, даже на интервью. Я поражен, нет, я просто воссталгнений. Я хочу, чтобы у меня появился шанс прокричать человечеству, что это просто их обязанность увидеть Синдин. Выше нет ничего, ничего. Сказал вот такой растроганный продюсер, который делал эти энтертеймент программы. Синдин номер один, номер три. Ну, я могла приводить еще очень и очень много таких подобных цитат. Если, я не знаю, время есть или нет, могу только рассказать о еще одном известный такой знаменитый продюсерский критик, которого зовут Ричард Комила. И он, значит, написал, начиная с 1942 года, я рецензировал более трех-четырех тысяч спектаклей. Я бы дал этой постановке пять звездочек, высший балл. Я никогда не видела ничего подобного. Я видела достаточно бродвейских шоу, которые все же не идут ни в какое сравнение с тем, что я увидела сегодня. Лучшее слово, которое я могу подобрать, это невероятно. Вот так. А вот они переведенные были на русский язык для русскоязычной публики, потому что Эпок Тайм тоже в России. Как она называется там? Там она называется Великая Эпоха, но, к сожалению, в России она пока не ездит, потому что там, в общем-то, обстановка не очень хорошая, как сами вы понимаете. Конечно, не то, что в Китае, но, во всяком случае, один раз они уже договорились, уже было все договорено, а потом концерт их был сорван в Одессе, по-моему. Потому что китайское консульство надавило на власти, пригрозило им и, в общем-то, переставление не состоялось. А где-нибудь они еще путешествуют, кроме как Америки? Ну, конечно, они путешествуют по всему миру. В Лондоне они были недавно, и была там вся королевская семья, и, в общем-то, принцесса Кент из Кента сказала, что это просто, этот спектакль, ее просто, ну, все эпитеты, которые вот я только что перечисляла, еще больше. Вот. Они путешествуют во Францию каждый год, ну, всюду, не говоря об Азии, в Азии, все Азии объезжают, конечно, но только вот, к сожалению, в Китае, коммунистический режим, это шоу не пускает. Замечательно. Ну, что же, спасибо за ознакомление Шинь Юн со своим балетом и своим перформансом, как это представление будет здесь, начиная с января 4 и до 12 января в Opera House. Это прекрасный концертный зал в Сан-Франциско, приглашаются все желающие, и, конечно, что знаменательно на этом представлении и опера, и балет, и прекрасные сцены, прекрасные исполнения, и замечательные красивые костюмы. И, конечно, полный симфонический оркестр. Первый в мире оркестр, который сочетает западный и восточный инструмент. Да. И вот я думаю, что если мы сыграем концерты for two trumpets in C-major, это Антонио Вивальди, это у меня есть прекрасный подарок от Шинь Юн Symphony Orchestra, когда они мне дали CD, и, может быть, мы дадим нашим слушателям послушать классическую музыку, потому что она тоже часто переплетается именно в Шинь Юн перформанс, несмотря на то, что там есть и очень много восточной музыки, и песен, и балета. Замечательно. Спасибо, Наталья, что вы позвонили нам, всегда рада вас слушать. До следующей субботы, и уже через неделю я буду знать о их представлении, и могу рассказать свои собственные чувства. Замечательно. Всего хорошего. Спасибо, и с праздниками вас. С вас также. До свидания. До свидания. С Новым годом. С наступающим Новым годом. А сейчас, как я и обещала, концерты for two trumpets in C-major. После этого мы переходим к вам, и у нас на следующая часть. Если хотите, я могу... Спасибо большое, Кэр. Читайте мне стихи. Если захотите. Да, конечно. Ну, прочитай, почему бы и нет. Я прочитаю вот вступление и вот эту часть, потом предоставлю слово девочкам. Девочки споют после этого губерния. Окей. Потом я уже... Так что, они споют одну песню, а две? Две сразу. Две сразу. А потом? Потому что это будет на диске. На диске музыкальное сопровождение. А... Девочки уже... Вы ждали сейчас сразу, да? Ну, конечно. Ну, музыка будет тут, да, она будет слышна? В смысле? Потому что это наш аккомпанемент. А, да. А что вы имеете в виду? Вот на диске... Это не фонограмма. А не буду слышать. Только... Да-да-да, вот так же. Хотите, чтобы так же было слышно? Ну, так, чтобы микрофон, я тоже слышал, потому что это наш аккомпанемент. А вы хотите, в смысле, петь под вашу музыку? Да. Тогда вам нужно будет наушники иметь хотя бы в одно ухо. Вложить, чтобы вы слышали. То есть мы сделаем, чтобы там было... They will be singing. And on their CD, they have the music. Can you make it louder so they can hear? Or they have to... They need headphones. Headphones. Вам нужно поставить headphones. Okay? It's not also that way. Shh, shh, shh. Но она все равно будет слышна. We can see this music around here, too. Yeah, but when I turn on the mic, when you're about to sing, they turn off the sound, so that it doesn't bounce back. So they always lose some adjustments, unfortunately. We will give you the microphone. And there is. And there it is. And there it is. And there it is for you. And now, this one I will give you. Thank you for the lever. How loud. Вот здесь сразу аджастин сделайте Вон там голубая кнопочка Видите? Голубая кнопочка И вот этот вам нравится Можете, так сказать, отрегулировать Сейчас уже Ну да Только через наушники Вам дать такой ложь или как вам? Или такое окей То есть на ютубе, чтобы смотреть нас никто не услышит Услышит, услышит Понял, да? Музыковые, ты должен включить музыку от CD Должен использовать CD У них музыка записана на CD Показывайте, это надо засунуть Я это вытащу, попробуй Куда он нашел? А, нет, это нормально Слышно? Музыка на CD Музыка на CD А Петя не будет здесь Потому что музыку не будет так слышно Ну, вроде да Не понимаю, как это Музыка на CD Аккомпанемент Идёт в CD Хорошо То есть они будут петь И ты должен будет музыку брать отсюда Потому что если ты будешь только с камеры То есть это нормально То есть это нормально Если я начну с камеры То есть это нормально То есть мы просто думаем, что Понимаешь, да? Если мы потом будем смотреть То они будут не будут слышать аккомпанемента А я поняла А почему не сделать музыку? Чтобы здесь играла Так мы так и думали Давайте сделаем Она играла здесь Давайте Если мы попробуем сделать вот так Окей Но можно остановить Но лучше не так Но если упадет Сломает Это будет проблемой Видите? Вы уже убрали Она остановилась Сейчас Это лучше не трогать Камера Её можно регулировать Или вот это можно регулировать Потому что иначе Просто Там один будет Или везде Аааа Так оно и выйдет Юстрим только так выходит Там Ютуб делает Не голову А Юстрим только голову Камера маленькая Камера маленькая Да Ты тоже слышишь? Ты слышишь? Ты слышишь И ты тоже слышишь Если ты слышишь Они слышат И если слышишь Если слышишь Твои голос Твои голос Так Потому что мы не можем Они должны быть Уже Потому что Вы не могли бы у них Музыка будет вернуться В микрофон И у вас будет Дисторционный эффект Но Можно я сделать Редактор Сейт-1 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 Сейт-2 Сейт-1 Сейт-2 Сейт-2 Уссё Если я включил одной Высё Сейт-2 Так что я решила, что лучший способ — это просто... Мам, убери отсюда статьи. Мне нужны статьи на радио на русском языке потом. Может быть, 2 минуты, 40 секунд. Семейл? Семейл? Джимейл. Прям, иди туда и там найдешь, и ты займешь время. Видно? Просто я скрываюсь, потому что я уже тогда не влезаю. Хотя, если немножко вы туда подальше подойдете... Я не буду тогда. Сейчас тут вот, видите, прозорю и успеху. Потому что у вас вот здесь чуть-чуть поближе, тогда я могу влезти. Я вот сюда сдвигаюсь, и вы ко мне. Все видны. Вот так, окей? Угу. 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 А можно я спрошу вопросы, откуда вы приехали, что вы здесь делаете, ну где работаете? Ну, мы вообще у вас уже будем. Ну я знаю, но для тех, кто первый раз как бы вас слушает, то тогда было интересно узнать, чтобы народ был в курсе. Тонцевые танец antis ceased. И как давно вы здесь? Ну, потому что все таки для иммигрантской публики им интересно. Мне каждый раз, кто-то на первый раз сошел к нам присоединился, кто-то или там еще что-то... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok